Валяние из шерсти 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 Я туда пришла, прошла этот мастер-класс. Мне очень понравилась работа, моя понравилась тоже. Я вернулась домой и поняла, что все-таки вот сидеть и просто набивать механически это не совсем мое, но само отношение с шерстью сложилось уже какое-то такое свое трепетное. Сам материал мне очень понравился. И я просто, как сейчас многие делают, залезла в интернет и посмотрела все возможности шерсти. И как раз-таки там я увидела видеоуроки по мокрому валянию. Вот этот вот опыт, наверное, меня и привел к этому увлечению, которое оказалось таким достаточно серьезным. У тебя серьезная база, художественное училище, художественная школа. Расскажи про этот опыт тоже. Вообще я закончила художественное училище, закончила его так, получила, что сразу по двум специальностям живопись и керамика. Действительно, база основополагающая она, и все-таки творческое начало оно и с детства. И в детстве я очень любила рисовать не только на обоих и на лицах, но и на бумаге. В общем-то, как-то одно другому помогает. Скажи, а у человека без художественного образования получится заниматься мокрым валянием? Вообще здесь сложностей нету никаких. То есть элементарно имея какой-то вкус, природное чутье определенное. Любой человек. У меня бывает частенько на мастер-классах детишки, даже от пяти лет. И их работы даже гораздо интереснее, чем работы мам. Они настолько креативно, настолько интересно подходят выбирать цветы, допустим, да, там какие-то необычные цветы делают. Так что здесь специального какого-то образования совершенно не нужно. Наверное, оно понадобится уже, если человек пойдет дальше и начнет, например, делать одежду и вот какие-то вещи, такие чисто требующие уже технического специального образования. А как увлечения, как хобби нет. Люди обнаружили уникальные свойства шерсти около 8 тысяч лет назад. Кто был первооткрывателем, узнаете в нашей рубрике «Факт». Валяние шерсти возникло и развивалось независимо во всех странах, где были одомашненные овцы и козы. Особенно глубоки традиции в Азии, России, Финляндии и Перу. Древние кочевники применяли на практике безграничные возможности природного материала. Вся их жизнь в буквальном смысле была соткана из шерсти. Люди спали на войлоке, одевались в войлочную одежду, коней укрывали войлочной попоной. Шерсть оберегала и от злых духов, вражеских стрел спасала от жары и холода. Мастера делали из нее дома, предметы интерьера, ковры, дорожки, подушки. Создавали большие сумки для перевозки грузов, мешки для хранения чая, мелкой посуды. В сильные морозы подстилки из шерсти спасали от замерзания и новорожденных животных. Сваленная шерсть приносила пользу даже в кузнечном теле и медицине при лечении переломов и костей. На Руси войлок появился в эпоху монголо-татарского ига. Мастера изготавливали сукно, войлоки для хозяйственных нужд и валеные шапки. Гораздо позже, около 200 лет назад, умельцы научились валять из шерсти валенки. Мастерство валяния шерсти передавалось из поколения в поколение. В технике валяния практически ничего не изменилось. Следующий момент. Значит, у мака есть черная середка, да? Так, сейчас нам нужно выложить черную середочку аккуратненько. Берем мы черную шерсть и по такому же принципу здесь уже нужно взять потоньше и поменьше. То есть здесь уже не перестараться. Такой, чтобы элемент все-таки мака очень легкий, цветочек воздушный, чтобы не перебить вот это ощущение от цветка. Валяние шерсти очень напоминает живопись. Это такие же вот мазки, только они делаются не краской, а шерстью. И правильное сравнение? Вообще, да, сравнение, такое ассоциация хорошее, потому что и из шерсти выкладываются картины. Это одно из направлений шерсти, о котором я тоже не упомянула. Оно есть, и кто-то увлекается, кому-то, например, нравится только картины выкладывать. И даже когда мы делаем какие-то палантины, шарфы, мы можем выложить и пейзажи, и какие-то узоры. Здесь фантазия не ограничена. То есть вот как раз-таки момент вытягивания прядочек, он и позволяет представить, что мы наносим мазок и выкладываем картину. Сейчас мы будем уваливать нашу шерсть. Это самый такой интересный момент и, скажем так, немножко релаксирующий. Для этого нам нужна мыльца, мыльная водичка. Она у нас заранее приготовлена. Я обычно использую такую простую бутылочку с прорезью. Очень удобно распределять мыльную водичку по шерсти. Почему именно мыло? Потому что оно позволяет ручкам скользить лучше и лучше усиливает скрепление, сцепку в шерсти. Не сильно много, но чтобы весь цветочек у нас промок, мы наносим на наше изделие. И теперь специально приготовленной сеточкой, это может быть сеточка из хозяйственного магазина, это может быть сетчатая ткань, мы накрываем наш цветочек и промокаем его аккуратненько. Вообще все на самом деле очень легко. Сейчас мы начнем делать наше движение руками. И за счет того, что волокна между собой начинают уплотняться и скрепляться, шерсть потихонечку уваливается. Сначала мы делаем это достаточно нежно. То есть первый раз мы практически без нажатия все это делаем. И вводим по нашему цветочку, да, какой-то определенный период, потом потихонечку увеличиваем нажатие, потом переворачиваем. Сейчас мы все это будем делать. Да, я читала твою биографию. Я сбилась со счета, сколько у тебя образований, курсов различных. И вот расскажи о самых таких интересных моментах, что тебе удалось освоить в жизни. Моя автобиография началась, наверное, с более творческой работы. Я работала дизайнером в дизайн-бюро. Работа была не очень интересная, если честно. Мы делали больше таблички на двери. Поэтому через годик я поняла, что, наверное, мне там скучно и делать нечего. Потом жизнь так интересно повернулась, и я устроилась работать на радио. Радио Европа Плюс. Проработала на радио я более 12 лет. Это, наверное, самая интересная история в моей жизни, потому что именно оттуда максимальное количество друзей, знакомых, каких-то контактов уже на сегодняшний день. Они до сих пор, вот так и в моей жизни существуют эти люди. Пришла я на радио редактором и уходила уже исполнительным директором. Затем были различные проекты, в том числе и своя фирма по организации проведения праздников и промо-акций. Кризис был в стране, поэтому благополучная фирма моя как-то перестала существовать. И пошла я дальше, работала я и в детском развлекательном центре управляющей, и в детском журнале. То есть тема такая, детишек, она для меня всегда была интересной. И сейчас вот в мастер-классах тоже мне больше всего интересно работать с детишками. Как одно из направлений. Давай перевернем наш цветочек сейчас. Держим, Валяна. Отсюда у меня сразу возник вопрос. Вот как удается все успевать? Все-таки 24 часа в сутках, и 8 из них нужно как-никак тратить на сон. У тебя, наверное, все по расписанию, поминутно. Скажу честно, наверное, не очень хорошо, но на сон у меня уходит гораздо меньше времени. Не 8 часов, к сожалению. И единственная мечта, наверное, на сегодняшний день – это какой-нибудь там 25-й час в сутках, который можно прибавить ко сну. Существует красивая легенда о первом сваленном изделии из шерсти. Она напрямую связана с Великим потопом. В ней рассказывается о том, как вновь в ковчег были согнаны разные звери, в числе которых были и овцы. Они ютились в небольших помещениях. Их шерсть падала на пол, по которому они ходили. Куски шерсти то и дело попадали под копыта животным. А когда потопу пришел конец, и овцы были выпущены, поверхность пола оказалась покрытой первым валеным ковром. Давай проверять. Открываем нашу сеточку. Он уже по плотности другой стал, уже нет вот этой пышности. Все увалено. Если посмотреть, допустим, на просвет, уже видно, что шерсть более плотная. И часто спрашивают, а как мне понять, что шерсть увалялась? Как раз-таки вот этот момент, когда ты поднимаешь, и она не тянется, он и говорит о том, что шерстка уваленная, и ниточки уже все скрепились. Дальше все уже просто. Мы сделали как раз-таки основной цветок. Нам нужно будет сделать сердцевинку, все это соединить. Сейчас мы наш цветочек будем ополаскивать. Вообще, в валянии шерсти есть такое понятие, как шокотерапия. Это когда шерсть опускается сначала в ледяную воду, а потом она опускается в кипяточек. Ну, в такую максимально терпимую рукой воду. И как раз-таки за счет вот этого контраста происходит уваливание шерсти. Она максимально скрепляется, становится максимально плотной. Сейчас мы просто ополоснем. Вообще, мыло, оно не страшно, оно не оставляет никаких следов, но в домашних условиях максимально чистенько мы ополаскиваем. Ну, вот оно у тебя такое же, похожее на мак, то есть такие трепетные. Вообще, в принципе, допустимо делать какие-то надрезики, если есть желание, да, но в процессе уваливания, чтобы потом вот эти краешки завалять. Вот, уже основа такая маковая у нас очень красивая получилась. Так, какой у нас следующий этап? Что делать? Следующий этап очень интересный – это изготовление сердцевинки для нашего мака. Мы сделаем шарик такой, нашу сердцевиночку уже кругленькую. Ну, вот где-то тебе понадобится вот столько шерточки. Сейчас максимально в сухом виде мы придаем шарик, шарикоподобную форму. Немножечко обмакивая ладошку и вторую ладошку, начинаем потихонечку сваливать наш шарик. Делают ошибки часто, прям берут этот кусок в воду целиком и получается неровный шарик. Потихонечку, потихонечку, без нажатия, сразу очень сильно не нажимаем, то есть аккуратно. И вот постепенно мы будем чувствовать уже, как он уплотняется. Но процесс такой не сильно быстрый, поэтому нужно немножко здесь и терпения в том числе. Теперь можно максимально сильно попробовать понажимать. Здесь же обязательно нужно посмотреть, да, наши пропорции по отношению к цветочку. То есть, в принципе, он достаточен, он хорош, да. Максимально мы зажимаем, мы его уваливаем и ополаскиваем нашей водички. Вымываем все мыло и все. Это вот, если кто-то будет валять бусики, да, как один из элементов бусин. Итак, следующий этап. Наши сердцевинки готовы, и нам нужно их немножечко задекорировать, чтобы были более похожими на наш красивый цветок. Для этого мы взяли черную ниточку, и сейчас мы коробочку задекорируем таким образом, протыкая все рядочки. Наталья, ты говорила о том, что в будущем хотела бы создать свою мастерскую по мокрому валянию из шерсти. А вот как она тебе представляется? Какая в ней будет обстановка, атмосфера? Какие там будут вещи, интерьеры, люди, да? Наверное, да. Хороший вопрос, потому что действительно обстановка – это в первую очередь и люди, и то, насколько оно создано руками и с любовью. И мне как-то по жизни так получилось, я поняла, что запоминается только то, что создано руками. То есть то, что прошло через сердце, через руки, ты его уже забыть не сможешь. И, соответственно, если была бы такая мастерская, и думаю, что она у меня будет, то и хотелось бы, чтобы в ней были вещи, созданные именно с теплом. А шерсть – это тепло. Почему? И привлекает этот материал. Шерсть создается человеческими руками, то есть невозможно здесь без сердца, без любви обойтись. Поэтому, соответственно, и видится оно все красиво. Я не знаю, может быть, это какой-то лес, да, на лесной опушке, какой-то красивой, в красивой избушке, где резные диваны с этими шерстяными покрывалами. То есть фантазия здесь не ограничена. Хотелось бы, чтобы приходили туда люди, которым хочется отдохнуть, побыть наедине с природой, наедине с натуральным материалом, вот таким, как шерсть, которые могут пообщаться, которые могут похвастаться своими успехами, принести свои изделия, обсудить какие-то, наверное, новые технологии. Ну, такое, наверное, немножечко культовое место шерстяное. А есть в планах какой-то предмет, может быть, пальто, покрывало для дивана, который ты бы хотела свалять, ну, пока не доходят руки, может быть, какие-то обстоятельства? Вообще, да, есть такое. Я начинала свои фантазии скромно, начинала их с юбки, с жилетки. А сейчас я понимаю, что, в принципе, и пальто сделать, и какие-то действительно красивые эксклюзивные валенки на зиму, учитывая, что у нас вон погода с такими сюрпризами, что не знаешь, какая будет зима. Варежки эти шерстяные, они выдерживают до минус 30, поэтому и пальто тоже будет очень теплым, при том, что шерсть достаточно пластичного материала, и оно будет достаточно мягким и комфортным в носке. Поэтому есть такие мечты, да, чтобы это было с какой-то красивой росписью, расшивкой, может быть. И мечтаем, мечтаем об этом. То есть в ближайшем будущем ты будешь ходить вся в шерстье. Да, вот сейчас как раз у тебя этап пришивания бусинок, да, уже. Да, бусинки, они вообще такой материал очень в плане именно дополнительного декора универсальные. Их можно, когда совсем прям лень, сейчас есть термопистолеты, но там опасность обжечься, поэтому, наверное, все-таки на ниточку с иголочкой более такой классический способ. Вот наши маковки. Представить ремесло валяния без валенок невозможно. Мастерам даже удалось установить рекорды. К примеру, самые большие валенки были сделаны семьей Соколовых из города Кинишма. Его высота 168 сантиметров, а длина стопы 110 сантиметров. Есть еще один уникальный рекорд валенок, занесенный в Книгу рекордов. Это две пары крошек с размером стопы 0,9 мм. Их смастерил омский микроминиатюрист Анатолий Коненко. Итак, нашим следующим этапом стало соединение сердцевинки с нашим основным цветочком. Но прежде мы должны были высушить наши лепесточки. Это можно сделать двумя способами. Либо натуральным, просто положив его и сушить. Либо воткнув в рюмочку цветочек наш, чтобы у него определенная форма при сушке появилась. Либо ускорить этот процесс утюгом. Очень хитрая находка, поэтому ей тоже можно пользоваться. Прогладив наш цветочек, мы получили достаточно быстрый результат нашего сухого цветочка. Затем мы соединили с середочкой, с сердцевиночкой. Пришили, придали лепесточкам форму, уже приближенную к природной. Какие-то складочки заложили. Затем мы пришили нашу застежечку. И наш цветочек готов. Этот цветочек у нас универсальный. И мы можем пользоваться уже как элементом декора. Допустим, и как брошка. И как украшение на волосы, на голову. Как украшение на сумку. Как украшение на палантин, на пальто. То есть здесь фантазия не ограничивается, смотря для чего был сделан цветок. Наталья, спасибо тебе большое за мастер-класс. Очень была рада. Очень надеюсь, что этот мастер-класс даст кому-то не жить спокойно и кого-то зажжет обязательно. Мягкая, теплая, податливая шерсть способна принимать любую форму. Стоит проявить немного фантазии, и кусочек материала превратится, например, в изящный цветок. Или вот такие небольшие валенки. Не откладывайте творчество на потом. Порадуйте себя и своих близких. Наша программа подошла к концу, а стеклянный дом пополнился своим новым мастер-классом. Свои предложения по мастер-классам и заявке на участие вы можете оставлять в группе ВКонтакте программы «Стеклянный дом» или звонить по телефону 64 11 11. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА